Ждать осталось совсем немного, чуть больше месяца. Нижегородцев избавят от строительных лесов, синих заборов и прочих неудобств. Завершается работа на улице Рождественской. Прусчатка, расширенная площадь Маркина, фасады зданий, памятники архитектуры обрели свое историческое лицо. Сохранению культурного наследия правительство уделяет особое внимание. С 2006 года количество отреставрированных объектов возросло в разы. Вот нижегородцы и называют по старой памяти Рождественскую Маяковкой. От недавнего прошлого улица будет отличаться значительно. Так я, конечно, очень редко где наверху города бываю. Но вот сегодня появилась на Маяковке, так здорово, прям хорошо, прям сердце радуется. Но все-таки это наша история, это наша старинная. Сейчас очень много всяких торговых центров новых появилось. Мне кажется, лучше все старинное такое все восстанавливать, чем вот эти все торговые центры ставить. Надо восстанавливать, надо, но чтобы они сочетались. Потому что вот Москву застроили, не видно там исторических этих, это не дело. Должны исторические здания быть и современные, но чтобы они были как-то сочетались и были в комплексе. Зачатевскую башню тоже готовят к открытию. Уже 20 октября Кремль приобретет свои исторические черты. Облик башни восстановили по фотографиям и записям в архивах. Внешне она ничем не отличается от строения 16 века. Лишь внутри было решено сделать башню удобнее для туристов. Это дополнительная лестница и несколько площадок под музеем. Согласно проекту, часть находок будет находиться внутри Зачатевской башни, часть под стеклянным куполом, примыкающим к стене. И важно, теперь Кремлю не страшны природные катаклизмы. Гарантии мы даем. Мы перехватили воду с горы, две дренажные системы. Мы стоим как раз на третьей дренажной системе. Все выходит в коллектор, который на Нижневолгскую набережную. Мы, ну не мы, а проектировщики предусмотрели, что эта башня стоит на фундаменте, на таком бурно-бъявных сваях, которые пропускают часть воды между собой. Она как бы вывешена, эта башня. В Нижегородской области насчитывается более трех тысяч объектов культурного наследия. Все знаковые сооружения реставрируются. И новых, не менее значимых, строится много. Валерий Шанцев инспектирует IT-парк в Анкудиновке. Из всех регионов ПФО Сбербанк России выбрал именно нашу область, наши кадры. Здесь будет уникальный центр сопровождения клиентских операций. Настраивается 22-й ФОК на Мещере. На площади 11 тысяч квадратных метров расположены тренажеры, танцевальные залы, кривый каток. Строительство укладывается в график. Вот воздадут и другие объекты. Эстакада, та, которая связывает метромост и на правом берегу, и на левом берегу, тоже идет в графике. Уже 1 октября совсем немного осталось. Открываем на Сельскую улицу, для того, чтобы с метромостом связать все то верхнее пространство. Подземные переходы там делаем. Очень много таких работ, как всегда, будет 4 ноября закончено. Метро «Кремль» Рождественская. К Дню Народного Единства приурочена сдача реставрационных работ на многих объектов в регионе. Семья Доринова, Михаил Городников. Объективно. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова